Крис, сегодня важный день. Во-первых, Сотка, да, это Спартак 101 и, наверное, более всего отражен, что родные рядом еще. Да, сегодня действительно особенный день. Мне удалось войти в историю, и мы сегодня победили. И, конечно же, чувствую поддержку моих родителей со стадиона было особенно отрадно. Обычно они меня поддерживают издалека, но сегодня они были здесь, и это было здорово. Друзья, в небольшой паузе хотим напомнить, что ставки на спорт лучше всего делать у наших партнеров из Бэтсити. У Бэтсити высокие коэффициенты, большой выбор спортивных событий и лучший бонус для новых игроков. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и забирайте до 100 тысяч рублей. Помимо крутого бонуса, в мобильном приложении Бэтсити вас ждут тысячи спортивных трансляций. Бегом в закрепленный комментарий, а мы продолжаем. Футболист в вашем уровне, наверное, сейчас не волнуется практически перед выходом на поле, но именно перед сотым голом есть ли волнение? Было, точнее ли? Нет, я никогда не нервничаю перед матчами, потому что я люблю, что я очень люблю, и я просто хочу, чтобы влечить. Я думаю, что футбол – это интересное игрок, ты не должен быть нервничаем, ты должен быть нервничаем, и все равно все равно. Я работаю очень трудно, поэтому, конечно, у меня есть немного натуральные эмоции, чтобы быть готовым для этого, но я никогда не нервничаю перед матчами. Потому что я люблю свою работу, я люблю то, чем я занимаюсь, и футбол – это большая радость. Я хочу лишь получать удовольствие, и, на самом деле, выходя на матч, я особо не нервничаю. Тем не менее, естественно, мне нужны были определенные эмоции, чтобы забить этот гол и сделать это достижение. Перед данными трибунами, наверное, приятнее было бы это сделать, ну, если футболисты быть круто. Я не люблю это. Я думаю, что много игроков в «Спартаке» не знают, что есть футболист в этом стадии. Так что я надеюсь, что очень скоро все изменится и футболисты вернутся, потому что, я думаю, что когда мы имеем футболист, это сложно, чтобы нас уничтожить. Да, этого нам очень сильно не хватает. Даже многие футболисты нашей команды не видели никогда полный стадион «Спартака». Конечно, очень жаль. Я надеюсь, что ситуация разрежется. Я понимаю, что она непростая, но, действительно, без болельщиков с полным стадионом нам здесь просто невозможно. По поводу Джики, я сейчас говорил, что сейчас на время отпустят вас с родителями, а потом в команде вы на год мероприятия устроится такое за 100-й и 101-й гол. Что уже в планах может быть? Я думаю, что, definitivamente, у меня есть проблемы с этим, да. Я думаю, что я буду спойлировать их. Одну раз я их беру к диннеру, потому что без них я не смогу достигнуть этого гола, поэтому я думаю, что они тоже получают это. Да, ну, думаю, будет, да. У меня такая, в камычках, проблема. Действительно, придется мне вывезти куда-то, сводить на ужин ребят, потому что, на самом деле, без них я бы не смог добиться этого достижения. И, конечно же, они этого заслуживают. Кринс, объясни причину твоей такой игры. В чем мотивация? Или это уровень в Лиге так упал? Нет, я думаю, что уровень в Лиге не упал. Если вы видите, в вторую половину, это тяжело. То есть это не просто, что я достигну. Это, как я говорю, трудно. Ты знаешь, что люди не приходят как счастливые. Вы должны работать трудно каждый день. И я думаю, в конце концов, вы получаете, что вы получаете. Я был в Лиге раньше, и там нет много разных уровней. Нет, я думаю, что я хочу победить в каждом игре и быть важным. И сегодня это было, возможно, достаточно, потому что Крис получил победу. Но нет, я просто обращаюсь к каждому другому игре. Ну нет, я не считаю, что уровень в Лиге снизился. Вы могли видеть сегодня во втором тайме, как нам тяжело было забить. Действительно, дается очень непросто. Но когда ты работаешь, я действительно стараюсь и много работаю. И то, что должно прийти, то, что должно случиться, оно происходит. Я играл, я знаю, какой был уровень чемпионата до этого, потому что я играл здесь раньше, и я не могу сказать, что сейчас он снизился. Поэтому нет, нужно работать, нужно побеждать. И вперед сегодня я так же рад, что Крис Мартинс забил наш победный гол. Здорово. По поводу того, в целом, насколько вообще для вас это очень такое... Не у каждого просто легионера есть 100 голов чемпионата России. Я не знаю, как я говорю, что я сегодня написал историю, но это не легко понять, что я сделал. Я думаю, что это будет в конце сезона или в конце моей карьеры. Сейчас я просто в своем флоре, и я не хочу оставаться в течение сезона. Но это очень специально, конечно. Но я имею в виду, что я уже не закончил. Безусловно, это особенное событие, эмоции. И на самом деле трудно осознать, трудно понять, что произошло. Возможно, это придет, это понимание придет ближе к концу сезона. Сейчас я не хочу делать какие-то паузы или слишком задумываться об этом достижении, потому что я думаю, что это еще не конец. Пожалуйста, да. Мы знаем, что официально появилась информация о том, что Спотак помогал тебе за гражданством, какая ситуация сейчас. И почему у тебя было такое решение? Почему ты захотел сделать российское гражданство? Я не знаю, какая ситуация была, поэтому нет комментариев. Сейчас мне трудно сказать, не знаю, без комментариев. Это от тебя что такое желание? Без комментариев не могу сказать. Мне было вопроса. Моему личному? Нет, все знают, что мой паспорт в Недерландии. Так что это ситуация сейчас. Они знают, что я гражданин Голландии, и ситуация на сегодняшний день именно такая. Есть ли желание получить российский паспорт? И вы хотите получить российский паспорт? Я уже российский. Я уже россиянин. С паспортом или без? С паспортом или без? Это уже так. Сергей, вы великолепно выглядите, при этом не тренировались с командой, как вы ходили в сбор, готовились индивидуально. Вы понимаете, что сбора с командой не так уж и важны. Он работал с командой в Кэмп, и это не значит, что он не так важен. Как я говорил, это было трудно. Я хочу поблагодарить моих тренеров, кто тренировал с мной в Москве, Илья. Он сделал прекрасный работой, и это причина, почему я сейчас так выглядываю. Действительно, я пахал очень усердно, очень сильно в это время, и я хотел бы поблагодарить моего личного тренера, Илью. Именно благодаря ему, во многом благодаря ему, я нахожусь сейчас в той форме, которую вы видите. Винсила фамилия этого мужчины. Винсила. Голенков. Голенков. Винсила, мы все хотим понять ситуацию с тобой, потому что очень много в прессе информации, но ничего нет официального от тебя. Потому что это не интересно. Я здесь, я играю, мы победим сегодня. Это более важно, чем информация. Самая важная информация, это то, что мы играем, что мы побеждаем. В какой-нибудь момент ты готов? Мы же договорились сначала, сказали, сегодня мы говорим о футболе, либо интервью заканчивается. В какой-нибудь момент ты будешь готов высказаться на эту тему? Может быть, в будущем? Может быть, вы готовы поговорить об этом? Да, конечно. У нас ничего не было, но сейчас мы фокусируем на футболе, поэтому это не интересно. Возможно, сейчас мы сфокусированы на футболе, и это не особо интересно. Но, судя по всему, это не бывает. Вас склеит очень прилично. И не сплавляетесь. Бодрил? А вас? Нормально. Слушайте, вы были на разных каких спортов в России. Мы видели вас на баскетболе, на хоккей, и даже на стихбайе спортивной гимнастике. Как вам российский спорт? Где вам больше всего понравилось? Какой спорт вы любите? Для меня всегда интересно, видеть разных атлетов на профессиональном уровне. Я люблю разные спорты. Это очень интересно, видеть. Действительно, мне нравится наблюдать за спортсменами, за атлетами высокого уровня в разных видах спорта. Я получаю удовольствие. В принципе, вы сказали, что вы уже русский. Есть ли какая-то русская традиция у вас любимая? Русское кино любимое? Русская музыка любимая? Что-то русское любимое? Да, я иду в Баню, если я хочу расслабиться. Я думаю, что это реально русская Баня. Обожаю Баню и расслабляться там. Думаю, что это российская традиция, которая мне нравится. Можно ли говорить о том, что в чемпионате и «Спартак» еще в гонке? Очень большое название. Давайте посмотрим в конце. Я думаю, что они уже 5 пунктов. Они уже играли или нет? Нет, нет. Конечно, мы в 2-м. И мы пытаемся идти так высоко, как возможно. И высоко место – номер один. Но, как и сейчас, я думаю, что сегодня мы делаем себя очень трудно. Мы должны решить все наши плохие моменты. И мы увидим, что мы в конце. Но, конечно, если это возможно, мы в рейсе. Но, для сейчас, мы должны фокусировать и не смотреть на другие команды. Да, но мы играем, мы идем от игры к игре. И, думаю, мы, конечно, будем смотреть все в конце сезона. Сейчас нам нужно концентрироваться на том, что мы делаем сейчас. Я думаю, сейчас до порядка 5 очков. Кажется, разрыв Зинит еще не сыграл. Конечно, пока шансы остаются математически. Мы, естественно, в гонке. Но мы не концентрируемся на таких целях. Мы идем от каждой игры от игры к игре. Баня Точкова Лушакова. Баня Лушакова? Ты говоришь? Да, да, да. Он был первый игрок, который мне приглашал. Да, он был моим учителем. Он был первым, кто вел меня. Хороший смысл. Вы сказали, что... Какой плохой смысл? Вы сказали, что... Не переживайте перед матчами, не волнуйтесь. Есть ли сейчас что-то в жизни, что вас беспокоит? Из-за чего вы переживаете? Но, может быть, есть какие-то другие вещи, которые вы чувствуете? Как что, например? Какие-то события, которые вас беспокоят, которые вы... Нет, нет. У меня отличная, хорошая жизнь. Когда ты первый раз пришел в Россию, у тебя была мотивация выиграть чемпионат. Во второй раз чемпионат. Какая мотивация сейчас? Какая мотивация сейчас? В чемпионат снова? Выиграть снова чемпионат? Это очевидно. Квинсель. Видели все в межсезонье ваш клип музыкальный? Может быть, уже аплодируется в этом году еще новая работа? Какая-то песня или отдельный клип тоже? А сколько вам вообще это... Получается удовольствие от этого? Я делаю музыку... Да, я делаю музыку, когда я ребенок. Так, это как хобби. Некоторые игроки любят поймать, или играть на PlayStation 10 часов. Я люблю делать музыку иногда. Так, это просто хобби. Да, это мое действительно увлечение, мое хобби. Я с детства занимаюсь музыкой, пишу музыку. Кому-то нравится, некоторым футболистам нравится на рыбалке. Кто-то любит играть на PlayStation по 10 часов, а у меня такое увлечение, такое хобби. Коллеги, давайте последний вопрос от Сергея Егорова по покупку. Со стороны «Зенита» звучали обвинения о том, что вы спровоцировали. Как вы на нее смотрите? Кого вы спровоцировали? Нет комментариев. Я не люблю говорить о «Зените». Не нравится мне о «Зените» говорить, поэтому без комментариев. Вам будет стоить вскоре встреча с ним. И мы ждем продолжения этой истории. Будет очень интересно. Я ждем их тоже. Я ждем продолжения. Спасибо вам большое.